Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджу Маханов и Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Смотрите сегодня. Есть спрос? Будет предложение. Авиаоператор ЖТСУ намерен увеличить количество перелетов в Ушарал. Только в прошлом году услугами компании воспользовались порядка 15 тысяч клиентов. Несправедливость или недопонимание? Крестьяне Кигенского района требуют землю у местных властей. По их словам, конкурс на участки сельскохозяйственного назначения был нечестным. Пора ли бить тревогу? Более трех тысяч казахстанских детей страдает сахарным диабетом. Из них 11% проживают в Алматинской области. Толгарский район – один из самых густонаселенных и стратегически важных регионов области. В прошлом году проведены колоссальные работы по обеспечению роста, благосостояния населения и его безопасности. Какими именно, поделился Аким Толгарского района Жолан Омаров. Об отчетной встрече с населением подробнее в сюжете. Река Толгар, протекающая через районный центр, уже много лет считается проблемной. Каждую весну она омывает берега, тем самым расширяя русло и ставя под угрозу близлежащие дома. С прошлого года при поддержке Акима области Аманды Кабаталова начаты работы по берегоукреплению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Выполнены уже 50% работ. В этом году мы должны завершить до мая месяца. В прошлом году залили подпорные стенки по двум объектам. Значит, Мичурино 210 метров подпорные стенки залили. Там на строительном рынке 340 метров. В общем объеме около 3000 кубов бетона. Земляных работ выполнили подъезды, укрепления, берегов в районе 25 тысяч кубов по двум объектам. Активная работа в регионе проводится по привлечению инвестиций. За прошлый год сумма вложений составила 67,5 миллиардов тенге. Открылись два крупных предприятия. Один из них – отечественная лифтостроительная компания «Казлифт». Стоимость проекта – 400 миллионов тенге. Мощность – до 600 лифтов в год. В целом объем промышленной продукции в Толгарском районе составил 44 миллиарда тенге. Об этом рассказал Жолан Умаров, докладываясь перед населением об итогах различных сфер. В 2019 году объем строительных работ составил 27,2 миллиарда тенге, что на 6% или на 1,4 миллиарда тенге больше, чем в 2018 году. Индекс физического объема составил 102%. Основным показателем развития строительства является строительство жилья. В 2019 году введено в эксплуатацию 224 тысячи квадратных метров с ростом к 2018 году на 58% больше или 83 тысячи квадратных метров больше. Почти полностью в районе решен вопрос с подачей качественной питьевой воды. Район обеспечен на 93%. Также из проблемных участков было централизовано отопление. Для его решения в 2019 году было построено 15 блочно-модульных котельных. Реализация данных проектов позволила обеспечить теплом почти 4 тысячи квартир. На сегодня район газифицирован на 56%. Общая протяженность сети составляет 925 километров, количество абонентов 30 тысяч. Тариф на природный газ составляет сегодня 29,8 тенге за куб. В текущем году на благоустройство 6 дворов микрорайон Бостарга-Меллиратор. В текущем году в Талгарском районе проводятся конкурсные процедуры на Асмайер. А также на начале работ по благоустройству оставшихся 64 дворов выделено 100 миллионов тенге. ПСД находится на государственной экспертизе. Жители Талгарского района всегда отличались высокой гражданской позицией. На встрече желающих задать вопрос Акиму оказалось более 30 человек. С трибуны звучали просьбы самого разного характера. Мы планируем проведение социальных проектов. Для этого нам необходимо небольшое помещение буквально 2-3 раза в неделю, чтобы многодетные мамы, все активные жители района, социальные активные позиции, чтобы могли поделиться своим мастерством, провести бесплатные мастер-классы, провести бесплатные воркшопы. Спасибо большое. Мы вам поможем. Спасибо. Да. Поддержим и найдем места. Многие вопросы адресовали главе области. Амадык Баталов дал развернутый ответ каждому. К нам поступило заявление, собственно говоря, от парня, который проживает и обучается в школе-интернате номер 4. И когда мы проводили там общественную проверку, мы выявили ряд нарушений. Данное здание, по словам директрисы, собственно говоря, данного учреждения, на него не выделялись деньги уже более 60 лет. Когда мы проверили, мы увидели то, что дети там моются в ржавых поддонах. То есть фактически видно то, что там Советского Союза не было ничего. Мы разберемся. Там делали, оказывается, капитальный ремонт учебного заведения в 2011 году. Именно где жилом в этой стороне ремонт не делали. В настоящее время делается проект на смертной документации. Многих жителей интересовали вопросы касательно автодорог. Амадык Баталов, владеющий всей ситуацией, рассказал в деталях о проводимой работе в этом направлении. 10 тысяч километров дорог. Из них 2,5 тысячи республиканских дорог, 6,5 тысячи дорог местного значения. И сколько выделяем деньги? Алматинская область ежегодно выделяет 34 миллиарда тенге. Представьте себе, это огромное количество сеть дорог. Мы в прошлом году только сделали около 50 тысяч мостов построили. Незаконное строительство объектов – распространенное явление в Толгарском районе. К нарушителям будут применяться строгие меры, предупредил Амадык Баталов. Проблемы дефицита квалифицированных медицинских работников и амбулаторий найдут верное решение в текущем году, пообещали собравшимся. По окончании отчетной встречи состоялся прием граждан. Акимобласти лично выслушал чаяние каждого и не оставил без внимания ни одну просьбу. В целом работе местных и вышестоящих властей жители поставили удовлетворительную оценку, а именно за открытость и кардинальные перестройки во благо общества. В прошлом году рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 10,4%. Зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах. Об этом стало известно в ходе селекторного заседания правительства под председательством премьер-министра страны Оскара Мамина. О проводимой работе по мониторингу цен и мерам реагирования, поддержке сельхозпроизводителей и производстве социально значимых продуктов питания, а также стратегии развития оптовых рынков доложились на заседании министры профильных ведомств. Глава правительства напомнил, что в ноябре прошлого года за упущение в работе по стабилизации цен был привлечен к ответственности ряд заместителей Акимов регионов. Так, в декабре Акиматам удалось добиться положительных изменений по сдерживанию цен. Однако Скармамин подчеркнул, что по итогам января снова наблюдается тенденция роста цен. Наблюдаем рост цен на социально значимые товары на 0,3%. Напоминаю, Акимы должны держать вопрос цен на особом контроле и оперативно реагировать на изменения ситуации. Министерству сельского хозяйства и Акиматам следует создать необходимые условия для расширения производства социально значимых продовольственных товаров. Насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием должно стать одним из обязательств сельхозтоваропроизводителя при получении субсидий. Более 500 авиарейсов и порядка 15 тысяч пассажиров за год. В этом году самолеты авиакомпании ЖТСУ совершат еще больше полетов. Возобновлен рейс по маршруту Талдыкурган-Ушарал-Талдыкурган. Первые пассажиры сегодня воспользовались услугами авиакомпании. Стандартные для перелета процедуры. Регистрация на рейс, предрейсовый досмотр. Возле стойки регистрации президент авиакомпании ЖТСУ Калмухамбет Донсибаев. Опытный в прошлом летчик, ныне руководитель компании следит за всем, что происходит здесь. Для него главное – делать полеты безопасными и с комфортом. Самолеты в этом году прошли полностью технический контроль, выполнены ремонтные, регламентные работы на самолетах. Недавно специалисты из Чехии и из России выполнили полностью форму, у нас называется, регламент ремонта всех двух самолетов. Самолеты полностью соответствуют международным требованиям. Летный состав у нас подготовленный. На данный момент 12 человек работают. Молодые ребята, они все с опытом работы уже на этих самолетах. Летчики являются пилотами первого-второго класса. Они все сторони подготовлены для выполнения полета. На летной площадке пассажиров ожидает почти новый небольшой самолет, на котором и будет выполняться рейс в Ушарал. Воздушное судно приобретено в прошлом году. Снаружи он кажется игрушечным, но внутри все по-взрослому. Кресло просторное, существует и специальный багажный отсек, куда можно сдать багаж. Салон рассчитан на 19 человек. Воздушное сообщение будет быстрой и безопасной альтернативой автомобильному транспорту. Особенно в зимний период, говорят пассажиры. Когда быстро надо куда-то доехать, сэкономить время, это очень удобно. Хотя компания открыла рейс в Ушарал, я думаю, что это для людей, для тех, кто хочет сэкономить время. Очень удобно, быстро долетел, закончил дела, вернулся. Тем более, знаете, сейчас дорога в Ушарал очень плохая. Учитывая все это, я считаю, что авиарейс в Ушарал открыт очень вовремя. Рейсы Талдыкурган-Ушарал пользуются спросом у местного населения ввиду своей доступности, актуальности и удобства. Новый рейс позволит не беспокоиться о безопасности себя и своих близких. И большой экономией времени добраться до отдаленного района. К тому же, цена приемлемая. В прошлом году туристический сезон мы выполняли 6-8 рейсов в день. В этом году мы думаем, что количество рейсов будем увеличивать. В связи с тем, что туристический поток на Алакуле ежегодно увеличивается. И авиакомпания «Житсу» в этом году уже полностью готова к выполнению полетов по маршруту Талдыкургана-Ушарал-Талдыкургана. Стоимость билета будет стоить в одном направлении 8 тысяч тенгей. Рейс из Талдыкургана-Ушарал и в обратном направлении будет выполняться каждый день. Время в полете составит всего 40 минут. Гульназ Мустафа, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Крестьяне Кигинского района требуют землю у местных властей. По их словам, конкурс на земельные участки сельскохозяйственного назначения, прошедшие неделю назад, были нечестными. В связи с инцидентом в районном Акимате прошла встреча администрации района и населения. Крестьяне и общественные деятели требуют пересмотреть решение комиссии в государственном конкурсе на земельные участки, который прошел 27 января текущего года. Как они утверждают, земли распределили несправедливо, и теперь им негде пасти скот. Перед тем, как участвовать в конкурсе, я ознакомился с критериями и правилами. У меня есть более 70 голов скота, имеется вся необходимая техника, но земли мы не можем получить. Около 30 граждан из сел Каркара и Туик были приняты Акимом района Талгатом Байдиловым. Он заявил, что конкурс на право временного землепользования был приостановлен в соответствии с действующим законодательством. Будет создана областная комиссия, в состав которой войдут крестьяне двух населенных пунктов. По распоряжению Акима Алматинской области создана специальная комиссия, она приступит к работе уже завтра. Будут изучаться все документы по прошедшим лотам. Если в работе комиссии или в лоте найдутся нарушения, то, естественно, все будет отменяться. И в отношении членов земельной комиссии и других должностей лиц будет приниматься решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В целом по району зарегистрировано 262 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Из них пашни 35 тысяч, синокос 20 тысяч и 206 тысяч гектаров пастбищ. В этом году планируют создать в эксплуатацию 8600 гектаров пастбищных угодий. Врачи не выявили у казахстанских граждан, прибывших на минувшей неделе из китайского города Ухань симптомов коронавируса. Об этом сообщил главный санврач страны Жандарбек Бекшин. По его информации, из КНР было эвакуировано 89 человек. Из них 83 – граждане Казахстана, в том числе 80 студентов. Также 5 граждан Беларуси, 1 – Армении. У всех взяты пробы, состояние у граждан удовлетворительное. Температура в пределах нормы. Жалоб пока не поступало. Тем не менее, говорит Бекшин, им надо оставаться под карантином в течение 14 дней. Просим всех граждан, при малейшем подозрении, если вы прилетели из-за границы, звонить в колл-центр на телефон 1406, а не ходить хаотично по медицинским учреждениям. Существует алгоритм работы с потенциальными больными, поэтому хаотичные действия говорят только о вашем нежелании следовать правилам и звонить на национальную горячую линию. Еще раз, прилетели из-за границы и чувствуете температуру, не пишите в соцсетях, не ходите по всем поликлиникам, звоните на 1406. Рак не приговор. По таким лозунгам прошел брифинг представителям многопрофильной клиники, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со злокачественными новообразованиями, о количестве пациентов, методах их лечения и о других новшествах онкологи региона поделились с журналистами на площадке ЖТСУ-Медиа. По словам главного врача многопрофильной клиники Данияра Уралбаева, онкологическое заболевание возникает не сразу. Этому предшествуют месяцы, а то и годы его развития. К особым факторам риска также относятся и хронические болезни, такие как цирроз печени и язва желудка. Залогом выздоровления главный онколог области считает отнюдь не самолечение и посещение приверженцев нетрадиционной медицины, а проведение скрининга и своевременное обращение в специализированные медучреждения. К тому же для продуктивного лечения пациентов в скором времени клиника пополнит свою техническую базу цифровыми маммографом, рентгенаппаратом, радиочастотным аблятором и другой аппаратурой. Есть скрининговые программы, есть своя целевая группа, это рак молочной железы, рак шейки матки, колорит, дальний рак. И благодаря МАК-системе и флюроплан ежегодно мы проводим. Мы профилактический осмотр делаем органы в дыхании тоже. Остальные органы, рак пищевода, рак печени, рак почки, рак мочевыделительных систем, эти направления на сегодняшний день, сейчас в пилотном режиме работает дверь дополнительный скрининг. Как отмечают участники брифинга, пациенты, обратившиеся на раннем этапе заболевания, излечиваются на порядок быстрее. Для этого клиника проводит дни открытых дверей. Что касается больных с четвертой стадии, с июня 2019 года для них введен осмотр на дому специально созданными группами, в состав которых входят врач-онколог, медсестра, психолог и социальный работник. Что касается статистики, показатели за 2019 год превышают предыдущие за 2018 на 1,6%. Как утверждают онкологи, болезни стали подвержены как взрослые, так и подростки. Уже закончили лечение, и на данный момент, сейчас они находятся на стадии ремиссии. Получается, они весь комплекс уже лечения прошли. Условно здоровые люди. Да, условно здоровые люди. На 95,7% из всех взятых, впервые взятых на учет пациентов. Не стоит бояться болезни. Надо верить врачам, и главное, вовремя лечиться, заявляет Гульжахан Бесингалиева. Женщина перенесла все тяготы болезни вплоть до четвертой стадии. Тем не менее, сила духа Гульжахан вкупе с профессионализмом врачей помогла ей победить онкологию. Мне очень хотелось жить. Я заболела в 2006 году. Тогда же встала на учет. Лечилась на протяжении четырех месяцев. В 2010-м рак вернулся. Тогда я каждые три месяца наблюдалась у врачей, и они мне помогли. Сейчас я здорова. Как советуют онкологи, для предотвращения развития злокачественной опухоли необходимо своевременно проходить профилактический осмотр. Раннюю диагностику новообразований в нашем регионе, помимо многопрофильной клиники, можно пройти в ситуационном центре, расположенном в городской многопрофильной больнице. Гульмира Тимиргалеева, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Сахарный диабет молодеет. В Казахстане от этого заболевания страдает более трех тысяч детей. 11% от этого числа проживает в Алматинской области. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, диабет становится все более распространенным среди детей во всем мире. Чем опасно заболевание и почему оно возникает, попыталась выяснить наш корреспондент Евгения Присяжная. В Алматинской области зарегистрировано почти 35 тысяч больных с сахарным диабетом. Из них 355 человек – несовершеннолетние дети. Сахар утром должен быть в пределах нормы – от 3,5 до 5,5 мм. Уровень гликемии проверяется натощак. В современном мире из-за недоедания и нездорового образа жизни нормальный уровень сахара в крови – явление редкое. Сахарный диабет – это заболевание, которое характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови. Эксперты утверждают, люди всех возрастов подвержены этой болезни. Есть случаи выявления сахарного диабета даже у новорождённых. Причина тому – диабет передаётся генетически от родителей к ребёнку. Факторов риска несколько, но главное, конечно, когда родители ребёнка больны сахарным диабетом. Тогда сохраняется высокая вероятность. И потом, что делают мамы с папами, когда их малолетний чадо плачет? Покупают ему так называемую токсическую еду – чипсы, колу, различный фастфуд. Тем самым подсаживают ребёнка на вредный рацион и провоцируют развитие страшного недуга. Эту семилетнюю девочку зовут Айару. Она из села Козелагаш. В течение трёх лет Айару болеет диабетом. Каждое утро начинается с анализа сахара в крови. Глюкометр, тестовые палочки. Назгуль Секилбаева, мама Айару, свободно владеет этими инструментами. Уровень глюкозы я проверяю пять раз в день. У моей дочери сахарный диабет первого типа, а это инсулинозависимость. Уже три года мы посещаем эндокринолога. Мы приезжаем сюда каждые полгода, чтобы пройти курс лечения в областной больнице. В регионе 355 инсулинозависимых детей. Медицинские специалисты беспокоены тем, что сахарный диабет не только молодеет, но и распространяется. По статистике, количество больных ежегодно увеличивается на 5%. Но есть и положительные тенденции. Отмечается увеличение средней продолжительности жизни у пациента с сахарным диабетом первого типа на 12-15 лет. А у больных с диабетом второго типа этот показатель может даже превышать среднюю продолжительность жизни казахстанца. Евгения Присяжная, Мируэрт Кадырбай Кызы, Жаек Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Полиция раскрыла резонансное убийство военнослужащего, произошедшее в Талдыкургане вечером 24 декабря. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 38-летний мужчина, сослуживец убитого. Напомним, факт преступления был зарегистрирован в микрорайоне Каратал. В городскую полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа подтвердила информацию, которую дополнили подробностями о том, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову. Потерпевшим оказался 36-летний талдыкурганец, проходивший службу в одной из воинских частей. Возбуждено уголовное расследование, предусмотренное по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство». Руководством областного департамента расследование по делу было взято на особый контроль. В полиции также дополнили, подозреваемый служит в той же воинской части, что и потерпевшие. В ходе проведения оперативной расстройки мероприятий был установлен задержан подозреваемый, который оказался военнослужащим. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства по уголовному делу. Подозреваемый водородный изолятор временного содержания, предстоятельства 28 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан. Успех начинается с малого. Более 300 спортсменов приняли участие в отборочном турнире по карате Шинькио-Кушенкай. Каратисты оспаривали право выступать на чемпионате Алматинской области. Неподельные эмоции, страх и волнение. У многих детей эти соревнования первые. Самому юному участнику всего 4 года, старшему 15. Всех спортсменов разделили на 40 призовых категорий. Среди них уже есть и те, кто подает большие надежды. Они и представят область на грядущем чемпионате Казахстана. Данный чемпионат является отборочным турниром на чемпионат Алматинской области, а также на республиканский турнир Кубок Шахтерской столицы, который будет проходить 27 февраля в городе Караганда. И там будут участвовать более 2000 спортсменов со всего Казахстана на 10 татами. Такое впервые в Казахстане. Из-за этого мы проводим такой отборочный турнир, чтобы вывести на эти соревнования самых сильнейших. Алсу Куржумбаева занимается каратэ Шинькио-Кушенкай сравнительно со сверстниками недавно. Но призовые места занимает практически всегда. На этот раз в ее личной копилке бронзовая медаль. Мне нравится, потому что мы там бьемся, занимаемся. И мне иногда бывает страшно, но так мне не страшно. Каждый поединок бесценный опыт, говорят организаторы. И с каждым соревнованием спортсмены становятся лучше. Благо есть тиму и на кого равняться. Так, например, только из Куксусского района вышли три чемпиона мира. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания.